Владимир Волков поздравил спортсменов в Мордовии с профессиональным праздником, Всероссийским Днем Физкультурника. Впервые его начали отмечать в начале прошлого века. И с тех пор именно в этот день чествуют всех, кто имеет отношение к профессиональному или любительскому спорту. За достижения и заслуги в этой области глава Мордовии лично наградила больше 300 человек, рассказывает Людмила Кусерова. Они привыкли к спортивной форме и напряженным тренировкам, поэтому за заслуженными наградами на большую сцену оперного театра в Саранске некоторые выходили, немного смущаясь. Чемпионы России, призеры кубков и первенств, несмотря иногда даже на очень юный возраст, на их счету уже десятки побед, которые принесли славу не только личную, но и честь государственную. Для нас важен спорт высших достижений. Но для нас также важно, чтобы все жители республики занимались физкультурой. Мы занимались спортом, чтобы прежде всего спорт способствовал развитию здоровья нации. Сейчас Мордовия занимает лидирующее место среди регионов России по количеству спортивных объектов на душу населения. Фоки и Ледовые дворцы есть даже в небольших селах. И очень важно, отметил Владимир Волков, несмотря на международные спортивные скандалы, не потерять все то, что достигалось упорным трудом сотен людей. В следующие четыре года упор нужно сделать на подготовке своих доморосленных спортсменов, вкладывать средства детей в их развитие. При этом особое внимание следует уделить подготовке тренеров и наставников. Здесь приглашение профессионалов с именем оправданно и дает реальный эффект. Это повышает качество подготовки юных спортсменов, подтягивает за собой развитие детских юношеских школ, формирует новые тренерские кадры. Ким Сумчхонь – четырехкратный чемпион мира под Хэквондо. Северокорейский тренер будет работать в Мордовии. Здесь он был почетным гостем, правда на сцену не поднялся, но и без него было кому аплодировать. Больше трехсот человек, которые за один только 2015 год завоевали 1200 наград. Говорят, это повышенная урожайность. Людмила Кузерова, Александр Зюзяев. Наши новости.